Так, хватайся. Оп, всё, вот так. Юный наездник Алексей Каргин пока ещё только учится держаться в седле. Но эти занятия не для того, чтобы участвовать в скачках. Алексей посещает сеанс ипотерапии. Ипотерапия является одним из вариантов кинезиотерапии. То есть это вариант физической активности, который направлен на формирование общей моторной координации, развитие межполушарного взаимодействия, развитие баланса между движениями всех частей тела. То есть это разновидность такого варианта физкультуры для детей. Занятие длится около 40 минут, и в него входит не только верховая езда, но и различные упражнения. Так, в сторону. Ипотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и многими другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, поведенческие и психические расстройства. Ипотерапия – одно из самых успешных процессов реабилитации для ребят с ограниченными возможностями. В основном это от того, что все занятия проходят в игровой форме, и ребенок практически не ощущает себя в каком-то лечебном учреждении, на какой-то выездной реабилитации, куда они постоянно систематически ездят. Мы решили предложить Центру Домодедовский поучаствовать в такой программе, поскольку у нас появилась такая возможность. Количество занятий для конкретного ребенка, их продолжительность и интенсивность определяют нейропсихолог и инструктор по ипотерапии. Упражнения подбираются индивидуально каждому ребенку, то есть мы делаем разминку, суставная гимнастика, упражнения для позвоночника, упражнения на баланс, на равновесие, на взаимодействие, на коммуникацию. Глядя, как уверенно держится в седле Алексей, как четко выполняет указания инструктора, не скажет, что наездником он стал совсем недавно. Расскажи, сколько раз ты катаешься на коне и не страшно ли тебе было первый раз? Первый раз немножечко и два раза всего лишь. Это второй. Ну, как тебе ощущение дальше? Планируешь по жизни вот с конями общаться? Да, мне очень нравится на них. Проведение сеансов ипотерапии – одна из социальных программ, в которой участвует школа верховой езды. Мы поддерживаем детей ЛНР, ДНР. Мы проводим для них бесплатные экскурсии, чтобы дети получили, во-первых, эмоции, потому что общение с лошадью – это в первую очередь положительные эмоции. Мы рассказываем, как устроена конюшня, рассказываем про психологию лошадей, они их кормят, общаются, катаются. То есть мы активно принимаем детишек, чтобы снизить стресс, минимизировать их. Сеансы ипотерапии на базе школы Ворлова начали проводить совсем недавно, но уже сейчас видны первые положительные результаты. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.